Так, решила сегодня сделать немножечко видео о нашем Костике. Вот как раз сегодня анкета, он из школы принёс такую интересную. Ну там, как дети репатриантов прижились в Польше. Видимо, кто-то здесь, я прочитала, пишет докторскую диссертацию, ну и видно, вот собирают данные там по нашему Пошлёнску, всё и это самое. И, видимо, сказали, что да, в 37-й школе учится такой мальчик. Вот, у нас Костик учится в 37-й школе в Катовицах. Это обыкновенная средняя школа, да, Кость? Да, да. Вот, и сейчас уже заканчивают шестой класс уже. Мы когда только приехали сюда, мы вот в августе приехали, а через месяц Костик был вынужден пойти уже в школу. И ничего, и как ты справился? Ой, да я справился нормально, но сперва было немного трудновато с языком, но потом со временем уже освоил. Ну а время вот сколько у тебя заняло? Ну, примерно, не знаю, месяцев пять. Месяцев пять? Чтобы уже нормально контактировать с товарищами. Ну вот здесь вот как раз вот и такие вопросы тоже интересные там вот. Знал ли ваш ребёнок до польски, до приезда в Польшу? Ты знал? Плохо. Ну как плохо, ну что-то ты знал? Ну нет, ну я знал, конечно, ну, например, говорить я тоже там умел, но всё равно это очень плохо было сначала. Плохо было, да, сначала? Да. Ну а потом легче стало. А вот тут ещё вот вопросы. Как, например, к вам учителя, дети относились к вашему джетскому? Учителя ко мне относились очень хорошо. Я написала, что хорошо. Очень хорошо относились ко мне учителя, приветливые, добрые. С пониманием, да, отнеслись? Да, понимали, конечно. А дети? Я страшно боялась, что тебе дети не воспримут. Да, да, я тоже немного боялась, но оказалось, мне так повезло хорошо, что ко мне все хорошо относились. С самого начала никто ничего ко мне не имел. Всё так хорошо это было. Хорошо, да? И сейчас у меня есть коллеги и... И коллежанки. Да. Ну и что ты, вот сейчас вообще уже никаких-никаких проблем вот с адаптацией, с польским языком? Да, сейчас у меня уже проблем почти нету. Вообще нету. Вообще? Как по-русски, по-польски. Как по-русски? А вот тут у меня ещё вопросы есть. А вот что помогло вашему ребёнку? Вот я должна вас сейчас заполнить. Ну вот... Ну как это, привыкнуть, да, прозвучающее? Вот что тебе вот больше помогло? Ну вот вообще вот так. Дети или учителя? Да ничего мне не помогло. Ну как не помогло? Ну а если тебя бы плохо встретили? Да я не знаю. Не знаешь? Как ответить на этот вопрос? Ну вот интересно. А какие предметы тебе больше всего нравятся? Ну физкультура мне очень нравится. Рисование нравится. А вот как польский у тебя? Польский хорошо. У меня четвёрки, пятёрки. Вот такие оценки. Ага, ну это очень хорошо, да. То есть вот, если, например, сравнить с Ташкентом, ты... Вот... Да, да, почти одинаково учусь, да. Так как там было хорошо встретиться, хорошо с тобой. Ну это очень хорошо. Ну а скажи мне что-нибудь по-польски. Болтаем, давай поболтаем. Ну по-ведь смыться уж по-польскому. Ну, мам на имя Костык. Мешкам в Катовицах. Мам 14 лет. Хожу до школы подставовой 37. А... Мешкам уже тут 3 лет. Ну а потом... Вот, ты раз... Ну как, заканчиваешь школу, а потом... Так. В этом году кончу науки в школе подставовой. И начну учиться в гимназиуме 3 лет. Потом в ликеуме. Потом, эвентуально, на студии. Ну, очевидно, студии, это важно. Ну а кем ты хочешь быть? Наверное, еще не застанавливалась. Ну, я так не застанавливалась. Вот так. Ну, ну, добр же, ну, бардзо добр же. А вот вы в школе вот часто вот у вас куда-нибудь ездите? Да-да-да, мы ездим часто. Выходим на какие-то концерты, какие-то театры. Вот в среду, четверг, пятницу мы едем в горы в мае. Только я не понимаю, зачем здесь должно быть вообще очень много дождя. И вообще будет погода плохая. Погода плохая. Ну, а как тебе вообще здесь, ничего? Да, мне нравится. Ну, если с Ташкентом сравнить. Ну, мне так же, как-то так же. Просто здесь немного холоднее. Немного холоднее, да. Ну, вот самое главное, что у тебя проблем никаких с адаптацией вот здесь вот не было, да? Нет. Ну, а что так не уверена? С языком трудно было немного. Сначала и писать было немного трудно. Вот это была проблема, да? А потом она уже наладилась со временем. Со временем. И сейчас, в общем-то, всё нормально, да? Сейчас всё в порядке. Всё в порядке. У нас даже подружка есть, да? Да. Васька. Которая приходит к нам домой. Ну, это очень хорошо, Костя. Вот сегодня мы ещё с тобой заполним вот это вот до конца анкету. Отдашь её завтра. И, в общем, будет всё нормально. В общем, что мы хотим сказать? Что репатриантам, детям репатриантам здесь очень легко. Да, детям легко. Детям легко. Это нам, взрослым, конечно, труднее. Самое основное – это язык. Так что, если кто-то захочет перебираться сюда, да, вот, там, допустим, имейте в виду, самое главное – это язык. Язык, язык. И взрослые учите именно взрослые. Потому что дети очень легко, очень легко ко всему приспосабливаются. Вот даже и на примере моего сыночка. Правда же, Костя? Да. Ну, ладно, вот такие у нас дела. Давай. До свидания.